Башкиры и татары – два близкородственных тюркских народа, издавна живущие по соседству, и те и другие – мусульмане-сунниты. Их языки близки настолько, что они понимают друг друга без переводчика, и всё-таки различия между ними есть. Так чем же отличаются башкиры от татар? Давайте подробнее разберёмся в этом вопросе. История Тюркские народы, точнее тогда это были не народы, а скорее племена, издавна кочевали на всём пространстве Великой Степи, от Забайкалья до Дуная. В первые века нашей эры они вытеснили или ассимилировали известных нам по античным источникам кочевников, и раноязычных скифов и сарматов. И с тех пор безраздельно господствовали на этой территории, поочерёдно грабя соседей или воюя друг с другом. И до позднего средневековья, 14-15 век, говорить о существовании башкир или татар как этносов нельзя. Национальное самосознание в современном смысле сложилось позднее. Татары русских летописей – это не совсем те татары, которых мы знаем сегодня. В то время многочисленные тюрки делились народы и племена. Они назывались по-разному, и татары – как раз одно из таких племён, позже давшее название современному народу. Этноним татары фонетически перекликается с греческим названием подземного мира Тартар. Кочевники, вторгшиеся с Батыем в Европу в начале 1240-х годов, своим бесстрашием, всеокружающей мощью и жестокостью напоминали знатокам греческой мифологии выходцев из ада. Поэтому название народа вслед за Русью закрепилось и в европейских языках. Отличие башкира от татар в том, что их этноним сформировался раньше, примерно в середине IX века н.э., когда они впервые под своим именем фигурировали в записках одного из мусульманских путешественников. Башкиры считаются автохтонным населением Южного Урала и прилегающих территорий, и, несмотря на многолетнее соседство с близкородственными татарами, ассимиляции не возникло. Скорее было взаимодействие и культурный обмен. Татары, в этногенезе которых приняли большое участие булгары, древний тюркский народ, государство у которого Волжская Булгария, возникло в последние века первого тысячелетия н.э. Довольно быстро перешли от кочевничества к оседлой жизни. А башкиры вплоть до XIX века оставались преимущественно кочевниками. При первом контакте с монголами башкиры оказали ожесточенное сопротивление, и война продлилась целых 14 лет, с 1220 по 1234 годы. В конце концов, башкиры вошли в монгольскую империю с правом автономии, но с обязанностью военной службы. В сокровенном сказании монголов они упомянуты как один из народов, оказавших наиболее сильное сопротивление. Сравнение Современные башкирские и татарские языки различаются очень немного, и тот и другой принадлежат к полволжско-кипчатской подгруппе тюркских языков. Степень понимания свободная. Да и в культуре народов много общего, от кухни до свадебных обычаев. Однако взаимной ассимиляции не происходит, так как татары и башкиры – сформировавшиеся народы с устойчивой национальной самоидентификацией и многовековой историей. До Октябрьской революции башкиры и татары пользовались арабским алфавитом, а позже, в 20-е годы прошлого века, была предпринята попытка ввести латинскую графику, но в конце 30-х годов от нее отказались. И сейчас эти народы используют графику на основе криллической письменности. И башкирские, и татарские языки имеют по несколько диалектов, а расселение и численность народов разнятся довольно сильно. Башкиры преимущественно проживают в республике Башкортостан и прилегающих регионах, а вот татары рассеяны по стране. Диаспоры татар и башкир есть и вне пределов бывшего СССР, а численность татар в несколько раз превышает численность башкир. Еще можно добавить, что несмотря на близость культуры и происхождения, у этих народов есть и антропологические различия. Татары преимущественно принадлежат к европеоидной расе с небольшим количеством монгольских черт. Это связано с тем, что татары активно перемешивались со славянами и финоуграми. А вот башкиры, в основном монголоиды, и европейские черты среди представителей данного народа встречаются значительно реже. А теперь коротко о различиях. Самое большое отличие в исторически сложившемся характере. Башкиры прямолинейные и скромные. Татары более гибкие и бережливые. Башкиры – дружелюбный и гостеприимный народ, потому что еще с древних времен на территории проживания было много переселенцев. Если вы придете в гости к башкирам, то для вас накроют богатый стол. Татары же не так любят гостей. У башкир сохраняется традиция преподносить подарки детям, которые приходят в гости. В целом у народа более трепетное отношение к детям, поэтому больше многодетных семей. Любимое национальное блюдо башкир – бешбармак. У татар чак-чак и эчпачмак. Отличается и национальная одежда. У татар преобладают красный и зеленый цвета. У башкир – желтый. В башкирской семье больше развит культ почитания старших. Слово родителей – закон. Язык схож. Несмотря на то, что отличается алфавит, любой татарин поймет башкира. У башкиры есть дополнительные специфические буквы и звуки в алфавите. Оба народа религиозны. Среди татар много тех, кто держит пост во время Рамадана. Если в башкирской и татарской семье трепетно относятся к религии, то замужние девушки обязаны носить платок на голове. В башкирских и татарских семьях – особое бережное отношение к женщине. Есть забытые национальные праздники, но все они связаны с наступлением весны. Сейчас любые национальные праздники отмечают с большим размахом. Самым значимым праздником народов считается Сабантуй. На праздник на городской площади устраивают спортивные соревнования, национальные игры, проводят скачки на лошадях. Похоже и национальные игры. Бой с мешками сена верхом на бревне, карабканье по столбу с привязанным на верхушке призом, бег с яйцом и ложкой. Субтитры создавал DimaTorzok